Всем привет! И с вами Ирина и Амир. Друзья, сегодня мы с вами пройдемся по нашей соседней улице, потому что нам кое-что нужно купить. И мы обязательно вам все покажем, расскажем. Пойдемте на прогулку вместе с нами. Ну вот, как я и предполагала, здесь на этой дороге вода до сих пор стоит грязь, лужи. Посмотрите, это вот так вот в Дели. На многих улицах ситуация после дождей. Ужасно ходить невозможно, грязь такая. И самое интересное, что говорят правительства Дели, ой, мы все ремонтируем, мы делаем, улучшаем дороги, но если зайти с главных дорог вот на такие маленькие улочки, то ничего они не меняют, ничего не улучшают, потому что улицы такие же грязные с водой и остаются. Это вот очень такая перенаселенная улица. Посмотрите, здесь очень много людей и транспорт, и люди. Почему-то половина магазинов закрыта. А здесь вот продают биряни. Посмотрите, вот в таких вот кастрюлях там варят биряни. Здесь биряни продают, да? Вот такие вот магазинчики. И тут у них в этих кастрюльках тут же и варят, и тут же продают. Как обычно, везде провода что-то здесь разгружают. Ой, шумно так. Я вообще на эту улицу сто лет не выходила. А вот, посмотрите, овощи продают, какие вам нужно. Овощи, фрукты, все что угодно. Вот те люди, которые живут на таких улицах, они особо не выходят в супермаркеты, потому что здесь в местных магазинах все продается. Вот такие вот аптеки, видите? Ну, там у них все тоже в этих аптеках. И средства различные, гигигиены есть, и лекарства. То есть, они больше похожи на магазины, а не на аптеки. Вот здесь даже можно домашнюю одежду купить в таких магазинах. То есть, живите себе в каком-то маленьком районе, вот в таком вот, и никуда не ходите. Все покупайте сразу тут. Посмотрите, на кирпичах сидят сверху. И удобно доехали, сели в транспорт, сели и доехали. Вот опять здесь вот такие вот повозки с овощами, все свежее. Вышли из дома. Вот посмотрите, какие дома, кстати сказать. Старые постройки такие. Того и гляди, разрушатся. Я не знаю, когда у нас бывают землетрясения, как они вообще выстаивают. Потому что бывало землетрясений 5 баллов в Дели. Но вот они как-то стоят и не разрушаются. Ой. Вот, друзья, посмотрите. Здесь вот на углу готовят всякие штуки. Вот джелеби. Мы вам показывали, как готовят джелеби. Здесь вот они их уже все приготовили. А там есть самосы. Мы вам тоже уже показывали. Интересно, сколько стоит? Ага, 30 рупий 50 грамм. В общем, за 250 граммов 30 рупий. О, самосы вообще здесь дешевые. Говорят, 10 рупий за одну штучку. Так что если голодные, приходите вот в такие вот уголки. Ну, мы, конечно, это дома делаем. Но, в принципе, можно поесть. Thank you. Можно, в общем, поесть. И такие штуки здесь тоже. Если дома нечего готовить, можно все. Так, а здесь что у нас тоже что-то готовят? Ну, здесь, в общем, вы в Индии с голоду не умрете. Тоже здесь что-то готовят. Яйца, наверное, жарят. Яичницу. Местные пирожные. Торты пирожные. Но я вам не советую. В таких есть. А здесь что готовят? Покоры, посмотрите. Там готовят покоры, 100%. Там покоры готовят, да? Да, по-моему, покоры. Вот такие вот улицы индийские. А в Дели очень много таких улиц. Это не микрорайоны, не колонии, а это просто как бы вот улицы, на которых живет больше 50% населения. То есть достаточно густонаселенные, да, можно сказать, перенаселенные районы, где полным-полно людей. Ну, вот посмотрите, а здесь прям можно поплавать. Посмотрите, прям все в воде, все залито водой. Цветы продают, вы можете купить. В Индии часто люди украшают цветами дома. Вот здесь вот живыми цветами, розами и бархатцами. Сколько? Ага. И 30, в общем, а это? Это жасмин. Как сильно пахнет? 50. Ага, 50 рублей за жасмины, да? А если розы? 30 рублей за килограмм, в общем, если розовые цветочки хотите. Вот. Так что люди здесь украшают цветами тоже свои дома. О, а здесь что-то интересное. Посмотрите, рынок с овощами. Рынок с овощами. Идем сюда. О, я сюда никогда не доходила. Мы обычно проезжали на машине и все, но выезжали из этого райончика. А здесь целый рынок с овощами. Это вот, это прям для меня, прям для меня вообще рай. Ай, посмотри-ка. Ну-ка, кастер-де-пл, what is the cost? И слива продается. И вот это вот сахарное яблоко. В общем, грушу за 100 рублей продают, а сахарное яблоко за 150. Дорого продают. Чику маленький. Чику выглядит как картошка, но маленький чику. Но внутри вот очень сладкий фрукт. Еще хотели пойти на оптовый рынок, но, видимо, этот рынок тоже типа оптовый. Правда, цены совсем не оптовые. Ну ладно, посмотрим, что еще здесь продают. Вот этот овощ тоже я не знаю. Посмотрите, он вот так вот выглядит. Я его никогда не готовила и даже не могу сказать, что за этот овощ. Если вы знаете, напишите, как он называется. Если знаете рецепт, как готовить, тоже напишите мне. А вот этот вот овощ, он называется каталь. Каталь – это хлебное дерево. Я знаю, что в Индии из него готовят, его готовят как овощ. Но когда он перезрелый, это вот совсем маленький, то его можно есть, как и фрукт. Но я никогда не ела как фрукт. Мне тоже интересно попробовать. И для меня вот это вот тоже новинка. Вот посмотрите, такой вот овощ, он выглядит как камень какой-то. И его тоже как-то готовят, умеют. Ты не знаешь, как называется вот этот вот? Если знаете, тоже напишите, потому что я не понимаю, как в Индии его готовят. Он тоже такой интересный, необычный. И вот этот вот овощ, это корнеплод какой-то. А это что? Качалу. В общем, разновидность картофеля, говорят, но что мы не знаем. Брат картофеля, да, Амир говорит. А друзья, если вы знаете, что за это вот овощи, вот этот вот похожий на картошку, вот этот вот, ну напишите нам, чтобы мы хоть имели представление, как готовить их. Здесь все знакомые овощи нам. Все пока что знаем, что тут у нас продают тоже все знакомые овощи. Вот посмотрите, у нас здесь такой овощ карелый. Я вам говорила, что этот овощ готовится в Индии очень часто, в индийских семьях. Но он очень горький. Он вот похож на такой огурец с фупырышками. Я его не люблю, но говорят, что он очень полезный. Также вот этот, вот этот овощ, я не знаю, что это такое. Чатель. А что это такое? Как его готовят? Хатель, чатель. А как его готовят? Как это ездит? А, в общем, это похоже на карелу, тоже говорят, горький внутри. Помнится, в детстве мы такие шарики срывали, как ежики, и пинали их, и они, в общем, это взрывались. Похоже на это. Это вот тоже разновидность, я не знаю, чего. Похоже на огурец. Похоже на огурец, но это не огурец, называется турай, Амир говорит. Но я не знаю, что за это овощ. В общем, много овощей. Ой, посмотрите, какие маленькие штучки, как ежики маленькие. О, такие хорошие. Интересно, а что за это, это такой же овощ? It's the same, like that one? Чатель, в общем, маленький. Посмотрите, друзья, ооо, прям как ежики такие. Я никогда не готовила, надо в интернете посмотреть рецепты. Овощи такие многие необычные, я думала, что я уже все знаю. Оказывается, половина овощей. Друзья, посмотрите, вот это вот тоже овощ такой, он называется drumstick, я тоже не знаю, как он готовится. Ну вот, люди как-то готовят, thank you. And this malum? No, I don't know many vegetables. This is Chichinda. Chichinda, it's pumpkin family. How are you? Another family, окей. So, ну вот, видите, друзья, мы не знаем такие овощи. Okay, thank you. Мы половину овощей с Амиром, оказывается, не знаем, этого не готовим, а видимо... Ну вот этот мне очень понравился такой овощ, вот он какой интересный. Так жарко, друзья, так жарко, все, мы отсюда выходим. Друзья, сегодня очень душно. Вот мы прогулялись буквально две минутки, но мы вспотели вообще, очень сильно вспотели. Прям сильно жарко тут. Я не знаю, когда у нас нормализуется погода, но сейчас вот такая у нас погодочка стоит. О, посмотрите, а здесь готовят мамосы, друзья. Сто процентов мамосы, в общем, это такие, как, наверное, у нас пельмени, но они готовятся как манты. В таких мантоварках они готовятся на пару, посмотрите. А вот из курицы есть мамосы, а вот те вот вегетарианские мамосы, я их очень люблю. Окей, thank you. О, посмотрите, у них здесь еще что-то есть. Говорят, здесь целое меню, посмотрите, даже домашняя доставка есть. Это называется магазин China Town, в общем, здесь и жареный рис, вот здесь вот написано. И жареный рис есть, и манчуринзе, все, очень вкусно. Можно тоже на дом заказывать себе. Окей, thank you. Здесь вот различные крупы, посмотрите, у них в таких мешках все крупы продают. Это, мне кажется, продается здесь ячмень, либо что-то похожее, пшеница, возможно. Рис, наверное, продается, да, вот, посмотрите, это рис. Интересно, сколько? Вот, посмотрите, если вы покупаете в таких магазинах, то за 40 рупий вы получаете килограмм вот такого вот риса. Ну, в общем, все, что угодно здесь, и мука, я вижу, продается, и все, это магазин. Если вы хотите муку прям при вас, как это, если вы хотите прям помолотую перед вами муку, то вот у него тоже мельница находится, и он при вас перемалывает муку. Можно из разных круп перемолоть тут тоже. Нам нужно в магазин кое-что купить. Я, когда куплю, я вам скажу, что это такое. Очень жарко. Друзья, вы не представляете. Это аптека. Софи. Софи. Че-то боттл. Че-то боттл. Это вот такая мини-аптека. Миддл-миддл-сайз. Это вот такая вот аптека, но здесь все есть и для чистки туалета средства, и различные другие штуки. Вот я покупаю себе сафи. Сейчас вам расскажу, что это такое. Сафи – это фирма Хамдарт. В общем, друзья, сафи – это такая клевая штука. Это сироп на основе самых необычных трав в Индии. Ну, это такая вот аюрведическая медицина. В общем, на вкус эта сафи горько-сладкая. Очень такой неприятный вкус, но очень полезный. Я вам всем советую. Я давно уже не пила, но сейчас вот прям необходимо. Каждое утро натощак по столовой ложке. В общем, друзья, если есть возможность у вас купить эту сафи, если вы можете найти его где-то, то я вам всем советую, потому что, во-первых, очищает кожу, очищает кровь. У вас будет кожа сияющая, такой прекрасный, без всяких покраснений, без всяких прыщиков. А во-вторых, это очень положительно влияет на пищеварительную систему. То есть у вас как бы организм начинает работать как часы, поэтому я вам всем советую пить сафи. Кстати, эта вот бутылочка стоит 100 рупий. Там есть совсем маленькая и очень большая. Но для начала можете вот среднюю купить. Попробуйте, я вам всем советую, рекомендую. А мы возвращаемся домой по нашей прекрасной улице. Все зеленое, все чистое, никакой воды нет. Вот так прекрасно здесь ходить. Иногда начинаешь ценить вот эти вот минуты, когда сравниваешь, допустим, самый такой вот грязный район, и тот, где ты живешь. И уже такое ощущение, будто бы жизнь прекрасна, все хорошо, все красиво. Друзья, на сегодня у нас все. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть улицы, где живут самые простые делейцы. И обязательно пишите комментарии, дайте нам знать. Было интересно. Нет, нам очень важно ваше мнение. Если вам понравилось наше сегодняшнее видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.